Придумано кем-то, просто и мудро. Пристрите-здороваться, доброе утро. Доброе утро, солнце и птицы. Доброе утро, улыбчивым лицам. И каждый становится добрым, доверчивым. Пусть доброе утро длится до вечера. Ребята, я желаю, чтобы ваш день сегодня был добрым. Сегодня мы поговорим об очень важных и нужных для человека словах, без которых мы не можем обойтись, если хотим быть воспитанными, вежливыми людьми. Тема урока – вежливые слова. Как вы думаете, о чем мы будем говорить дальше? Сегодня на уроке повторим предлоги и приставки. Ответим на вопросы «что делать?», «что делают?». Поговорим о вежливых словах. Узнаем значение слов «невежа» и «невежда». Убедимся, что вежливые слова творят чудеса. Начнем с повторения. Во-первых, ребята, повторим предлоги «в», «на», «за», «под». Смотрите на картинки. Предлог «в» обозначает внутри чего-то. Например, игрушки лежат в коробке. Предлог «на» обозначает, что предмет лежит или стоит на поверхности чего-то. Книга лежит на столе. Предлог «за» обозначает, что какой-то предмет стоит сзади. Например, девочки стоят за деревом. Предлог «под» обозначает, что предмет под чем-то, снизу. Мальчики сидят под деревом. А теперь вспомним и повторим приставки. Возьмем слово «шёл» и посмотрим, как образуются от него новые слова. Добавим перед словом «шёл» приставку «в», и получилось новое слово «вышел». Вышел из школы. Значит, мальчик сейчас уже не в школе, а на улице. Добавляем к слову приставку «у». Получилось слово «ушёл». Ушёл из школы. Значит, что мальчик был в школе, но теперь его там уже нет. Образуем следующее слово, добавив приставку «при». Получилось новое слово «пришёл». Мальчик пришёл домой, значит, он уже дома. Добавляем к слову «шёл» приставку «за», и у нас получилось новое слово «зашёл». Мальчик зашёл в свою комнату, значит, в данном случае он сейчас в комнате. Если добавить слову приставку, то получится новое слово, например, шёл, пришёл. Сравним предлоги и приставки. Смотрите внимательно, ребята. Первое. Предлоги пишутся отдельно со словами. Например, «стоит за деревом». Предлог «за». А приставки слитно. Например, «зашёл». Здесь пишется приставка «за». Второе отличие. Предлоги служат для связи слов-предложений. Например, «аман идёт в школу». Здесь без предлога «вы» не сможем правильно составить предложение. А приставки образуют новые слова. Например, «шёл», «вышел». При помощи приставки мы образовали новое слово. Ребята, а вы знаете вежливые слова? Ещё их называют волшебными словами. Почему волшебные? Да потому что волшебные слова творят чудеса. Они выполняют все ваши желания. А как всё это происходит, давайте посмотрим дальше. Посмотрите на картинки. Я буду читать строки стихотворения, а вы добавите нужное слово. Есть одна игра для вас. Я прочту стихи сейчас. Я начну, а вы кончайте. Дружно хором отвечайте. Где отгадка, там конец. А кто скажет, молодец. Мальчик, вежливый и развитый, говорит, встречаясь. Что, ребята? Правильно, здравствуйте. Смотрим следующую картинку. Зазеленеет старый пень, когда услышит. Что услышит? Верно, добрый день. Дальше смотрим, ребята. И отгадываем вежливое слово. Если солнышко садится, по деревьям золотится, говорим тогда при встрече всем знакомым. Что мы говорим, ребята? Молодцы! Добрый вечер! Отгадываем следующее вежливое слово. Растает даже ледяная глыба от слова тёплого. Какого, ребята? Спасибо! Когда нас ругаются шалости, говорим, какое волшебное слово? Правильно! Прости, пожалуйста! Неуклюжий пёсик Костик Мышкин наступил на хвостик. Поругались бы они, но сказал он. Что, ребята? Правильно! Извини! И, наконец, ребята, друг другу на прощание мы скажем, что? Конечно же, до свидания! Итак, мы посмотрели вежливые слова. Вежливость – это умение вести себя так, чтобы другим было приятно с вами общаться. В школе, дома и на улице. Я надеюсь, вы используете эти слова в своей речи. Пятом, мы говорим о вежливых словах и о вежливости. Но люди бывают не только вежливые, но и невежливые. Поэтому нам нужно познакомиться ещё с одним словом – невежа. Невежа – это невежливый, невоспитанный человек. Это слово мы не должны путать со словом невежда. Невежда – это человек, который мало учился и мало знает. Я специально выделила согласную букву, чтобы вы запомнили их различия – невежа и невежда. А теперь попробуем распределить словосочетания по значению. Какие из них относятся к слову невежа, а какие – к слову невежда. Подумайте одну минуту. Что у вас получилось? Давайте посмотрим. Значит, невежа шумит на уроке, не знает вежливые слова, бьёт маленьких. Невежда – не знает буквы, учится плохо, не умеет читать. Дальше мы поиграем. Игра называется «Вежливо-невежливо». Если вежливо хлопаем в ладоши, невежливо топаем ногами. Поздороваться при встрече. Толкнуть, но не извиниться. Перебивать во время разговора. Уметь соблюдать тишину. Пропустить вперёд девочек. Громко разговаривать. Вы большие молодцы, ребята. Мы рассмотрели вежливые слова. Убедились, что вежливые слова помогают нам легче жить. Все вежливые слова хороши, когда человек искренне, от души желая человеку добра, здоровья. Перед вами вопросы, «Что делать?» и «Что делают?». Давайте мы с вами научимся на них правильно отвечать. Сначала возьмём слово, которое отвечает на вопрос «Что делать?» «Читать». И к этому слову зададим вопрос «Что делают?». Как мы ответим? Ответим «Читают». Дальше. «Шуметь?» «Что делают?» «Шумят». «Решать?» «Что делают?» «Решают». «Учиться?» А на вопрос «Что делают?» вы ответите «Учатся». «Рисовать?» Дальше вы сможете сами ответить на вопрос «Что делают?». Правильно. «Рисуют». «Мешать?» «Что делают?» «Верно». «Мешают». «Мешают». «Посмотрите на картинку». «Что делают дети?» «Правильно». «Они шумят». «На последней парте сидит девочка». «Как вы думаете?» «Что она любит делать?» «Верно». «Она любит читать». «А чтобы эта девочка поняла, что она читает, детям нельзя что делать?» «На следующей картинке мы видим, что две девочки играют». «А что же делает мальчик?» «Что бы вы сказали этому мальчику?» «Думаю, вы бы сказали, нельзя хулиганить». «Дальше мы видим красивую, аккуратную девочку, которая рисует». «Она любит рисовать». «А что же делает мальчик?» «Правильно». «Он мешает девочке рисовать». «А какое замечание вы сделали бы мальчику?» «Вы бы, наверное, сказали, нельзя мешать работать другим детям». «Вы славно поработали, ребята!» «Теперь вспомним сказки и ответим на вопросы, что делать и что делают». «Помните эту сказку, как она называется?» «Молодцы!» «Это сказка «Теремок». Ответьте на вопрос, составив предложение. Что делают герои сказки «Теремок»?» «Верно, герои сказки «Теремок» разговаривают». «А что делают герои известной вам сказки «Репка»?» «Молодцы!» «Герои сказки тянут репку». «Перед вами известный герой сказки Буратино». «Ответьте на вопрос». «Если он держит в руках азбуку, значит, он что будет делать?» «Правильно, Буратино будет учиться». Итак, мы с вами, ребята, ответили на вопросы «Что делать?», «Что делают?». Вот мы и рассмотрели все вопросы нашего урока. Посмотрим, что мы узнали сегодня на уроке. Повторили предлоги и приставки. Вспомнили, как отвечать на вопросы «Что делать?» и «Что делают?». Поговорили о вежливых словах. Узнали значение слов «невежа» и «невежда». Убедились, что вежливые слова творят чудеса. Ребята, большое вам спасибо, что посмотрели мой урок и получили новые знания. Я желаю вам здоровья, бодрости, большого интереса к учебе. До свидания, до новых встреч!